Всех приветствую, с вами инженер электрик Якимов Игорь. Сегодня покажу еще один вариант пресс клещей SN58B. Это набор с пятью сменными губками в удобном кейсе. Я вам покажу, чем он хорош и как обжимать провода и разъемы под разные задачи. Я испытаю инструмент на клеммах, которые я также заказал на озоне. Ссылку на магазин, где я купил кримперы и клеммы, я оставил в описании. Также я проверю работу пресс клещей с изолированными соединительными гильзами и наконечниками НШВИ. Данные пресс клещи заменят вот эти клещи для зажатия гильз до двух с половиной миллиметров квадратных и заменят вот этот обжимник НШВИ для проводов до шести миллиметров квадратных. Тем более, он заменит вот эту матрицу в съемнике изоляции, которая не является профессиональным обжатием и этим инструментом, как обжимником клемм, лучше не пользоваться. Электромонтаж, это не только автоматика и кабель. Часто нужно не просто подключить провод, а сделать это надежно и грамотно. Я иногда говорю новичкам, электрика это наука о контактах. И вот от хороших контактов зависит надежность электроустановки и ее пожаробезопасность. И вот тут такие универсальные клещи находка для мастера. К тому же эти клещи имеют храповый механизм, что позволяет развить большее усилие и зажимать клеммы более надежно. Ручки прорезинены и в руке лежат удобно. Усилие регулируется этим винтом. Можно настроить под мягкие и твердые наконечники. Откручиваете винт, перемещаете это колесико и закручиваете винт на место. Так как механизм храповый, плещи не раскроются, пока вы полностью не обожмете наконечник. Это важно для стабильного качества зажима. Плещи SN58B идут в комплекте с пятью сменными губками. Вся система удобно хранится в боксе на молнии. Такой набор удобно взять с собой на объект. Все под рукой, ничего не болтается по ящику. Вот что входит в комплект. Сами клещи, пять видов губок, которые хранятся специально в кармане. Сам бокс с креплением для клещей. Тут достаточно места, чтобы сюда положить и расходники, клеммы, которые мы собираемся обжимать в ближайшем будущем. Или сюда можно положить дополнительный инструмент. И есть такая петля, за которую удобно бокс носить и подвешивать. Давайте посмотрим, какие губки входят в комплект. Это ВК06WF. Подходит для проводов диаметром от 0,25 до 6 миллиметров квадратных. Данная матрица идет для обжима наконечников НШВИ и НШВ. Имеет квадратное сечение. Далее матрица ВК06. Используется для проводов диаметром от 0,5 до 6 миллиметров квадратных. И подходит большинству кабельных наконечников. Она универсальна и обжимает множество неизолированных клемм. ВК02С. Подходит для провода диаметром от 0,25 до 2,5 миллиметров квадратных. Удобно для обжима изолированных соединительных гильз и наконечников. Далее ВК58Б. Подходит для автомобильных клемм до 1,5 миллиметров квадратных. При этом одновременно зажимается как жила провода, так и изоляция. Далее ВК2548Б. Для более мощных проводов в автомобилях и не только. Единственное, нужно отдельно зажимать жилу провода и отдельно изоляцию. Она бы сильно мне пригодилась для обжима разъемов солнечных батарей. Ранее я их пропаивал. Установка матриц простая. Берем матрицу A, устанавливаем. Берем вторую половинку матрицы B и также устанавливаем. Теперь мы можем работать. Если нам нужно поменять матрицу, вынимаем. Вынимаем вторую матрицу. Матрица фиксируется с помощью шариковых стопоров. Вот мы устанавливаем другую матрицу. Половинку A и половинку B и можем уже работать. Давайте проверим клещи в действии. Вот я установил матрицу BK06WF. Вот я зажимал ранее этими пресс-клещами. Вот так вот он зажимает. Я с помощью этих пресс-клещей зажму НШВИ заново. Вот я зажимаю. Вот такой зажим у меня получился. Если обжимать гильзу НШВИ этими клещами, то у нас получается вот такое обжатие. А теперь поставим матрицу 06. Она обжимает по-другому. Продавливает клемму в одном месте. У меня клемм по данную матрицу нет. Но давайте я вам покажу как она обжимает. Вот берем и обжимаем. Как видите, данная матрица делает обжим в одном месте в виде прямоугольника. Вот я делал этими клещами зажатие более толстого провода. Вот такое зажатие НШВИ у нас получилось. Следующую клемму WK58B я использую для ремонта электрики в автомобиле. Вот я зажал провод с помощью этих клещей. Перед зажатием не забываем надевать такой силиконовый чехол, если он вам нужен. Разъем у меня уже тут зажат. Берем провод, вставляем. Следим, чтобы провод правильно стоял в разъеме и зажимаем. Вот у нас зажался провод. В результате мы сделали такое соединение. Вот я установил матрицу WK02C. Обжимаю гильзу с помощью этих клещей для провода полтора миллиметра. У нас получилось вот такое обжатие. Как видите, тут даже отобразилось, что провод полтора миллиметра. Давайте для примера еще обожмем этими клещами. У нас получилось вот такое обжатие. Сравниваем с гильзой, которые мы обжимали клещами на обзоре. Они идентичны. Для следующей матрицы VK2548B у меня сейчас разъемов нет. Но он сильно пригодился бы при монтаже солнечных батарей. Я считаю этот инструмент отличным решением для тех, кто занимается не только бытовой электрикой, но и слаботочкой, электроникой, автоэлектрикой. Универсальность это ключевое слово. Один инструмент и можно обжать и клемму, и контакт в автомобиле, и наконечник под автомат. И нужно немного потренироваться, чтоб делать качественный обжим. Обычно качественно получается уже после двух-трех обжимов. Кримпер SN58B это не просто клещи, а целая система для обжима под разные задачи. Все в одном месте, удобно брать с собой. И если работаете с электроникой, электрикой и системами управления, такой инструмент сильно упростит вам жизнь. Ссылку на инструмент оставлю в описании. Если будут вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием подскажу. Делитесь роликом с теми, кому данные клещи будут полезны для монтажа электрики, автоэлектрики и электроники. Спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Поддержите видео лайком и подпиской. А я буду дальше тестировать этот инструмент. До встречи в новых и старых роликах.